Зелёные водоросли это отдел водорослей, к сожалению, как и во многих отделах водорослей, свалили разные по происхождению организмы, даже разные по типу сколько там клеток, то есть как одноклеточные, так колониальные, так и многоклеточные, явно многоклеточные же по-другому устроены и функционируют по сравнению с одноклеточным. Кроме того, в эти зелёные водоросли записали ещё массу простейших, ну то есть организмы, которые могут и автотрофно питаться, и гетеротрофно, о которых я уже много раз говорил. Короче, всё по тому принципу, что там есть хлорофилы, что оно зелёное на цвет, и что оно не является высшим растением. Получается, у них могут быть разные типы тел, хоть слоевища всевозможных типов, да, многоклеточные, так и одноклеточные тоже формы. И кроме того, получается, что я про многие зелёные водоросли уже говорил, потому что я их рассматривал в простейших. Вот там глена зелёная, и всё это вот это счастье хламита монада. Примерно 20 тысяч таких видов. Основной признак, по которому выделяется, это то, что они чисто зелёного цвета, в отличие от других типов водорослей, которые имеют красноватый оттенок, бурый и так далее, да. Там, тем не менее, есть дополнительные пигменты, кроме хлорофилла, просто в данном случае хлорофилл подавляет, то есть хлорофилла больше. Тем не менее, про некоторые организмы ещё надо будет рассказать, которые точно не являются животными, которые к зелёным водорослям относятся. То есть всё-таки тут есть дополнительная информация, которой ещё не было, поэтому я этот отдел рассматриваю, хотя он достаточно спорный. Потому что красные водоросли, это явно более такая спаянная группа организмов, единая, а вот зелёная, это такое впечатление, что просто всех поместили, к которым не знали, куда их деть уже. Двойная мембрана хлоропласта, считается, что это достаточно развитая в связи с этим. Крахмал, то есть по многим признакам они уже напоминают, собственно, высшие растения. Телокоиды пластинками, 2-6 пластинок, это тоже признак высшего растения. В то же время, они сплошь и рядом имеют стигму, то есть глазок, с помощью которого они определяют, где больше света и движутся на свет. И все практически они имеют жгутиковые клетки, то есть подвижные формы у них, хотя по многим признакам это растение, оно тем не менее имеет жгутик, как правило, и движется. Ну, это одноклеточные формы, либо формы гометы всевозможных, формы, которые у них возникают во время полового процесса. Они отличаются жгутиковые клетки зелёных водорослей тем, что они гетероконтные, то есть жгутики у них разные по длине, допустим. Много обычных жгутиков, обычно 2, может быть 4 и больше, они многожгутиковые. И могут иметь также всяческие волоски или чешуйки. У них сложные вот эти жизненные циклы, уже часть жизненных циклов показывала различных и простейших, и водоросли, то есть чередованием подвижных, неподвижных форм, спор всевозможных. Ну, наиболее сложные, конечно, у паразитов типа малярийного плазмодия жизненные циклы, но и для зелёных, тем не менее, они характерны. Ну, какие-то конкретные, может быть, покажу, когда буду конкретные уже рассматривать, потому что их очень много у них, жизненных циклов. Они менее употребимы человеком. Человек освоил более-менее бурые водоросли, такие как морская капуста ламинария, и широко употребляют в пищу. Вот в основном те водоросли, которые едят японцы, это бурые, а не зелёные. Но, тем не менее, некоторые, допустим, ульва употребляются зелёные в пищу тоже. Хлорела широко используется, допустим, как индикатор уровня загрязнения воды, и много проектов о том, что мы начнём как-нибудь рано или поздно есть хлорелу. Но, в целом, меньше они, чем бурые водоросли освоены. Всё-таки в океане крупные формы, вот эти леса, там все это всё бурые на самом деле. Зелёные как-то, их много зелёных разных видов, но они всё-таки не производят большое количество вещества, которые мы в пищу можем употреблять. Есть паразиты среди них. То есть, многие зайдут там, собственно, гетеротрофный образ жизни. То есть, либо поедают другие живые существа, а некоторые паразитируют на растениях, на животных. Ну, и в основном их, в принципе, три класса, в принципе, их и два подотдела. Ну, в общем, три наиболее такие важные группы буду рассматривать. Далее, хлорофитцевые, требоксиофитцевые и ульвофитцевые. Далее, хлорофитцевые и ульвофитцевые.